О чем мы сегодня говорим? Я могу сказать, что сейчас идет такая тенденция к пересмотру устоявшихся оценок явлений. Идут споры, что такое империи, новый взгляд на колониализм, резкое изменение в соотношении понимания внутренних и внешних факторов, национальные особенности, регионализм и возрастающая тенденция к глобализации исторических оценок. Собственно, так и появилось уже несколько лет десять на всех конгрессах этот доклад и глобальная история. И в этом контексте Россия – это органическая часть этой истории. Вы знаете, вот когда говорят, что вот и сегодня Павловичич сказал правильная мысль о том, что у нас разномыслие наших элит. Да, это плохо, когда это подрывает целостность государства, но это, во-первых, общее мировое явление, а потом все-таки проявление гражданского самосознания иногда. Это так было в девятнадцатом веке и так сейчас. Вы знаете, мы прошли за двадцать лет путь, когда сегодня у нас перед вами на этом подиуме, я человек старшего поколения, но я не мог себе представить тридцать лет назад, чтобы мы могли спокойно спорить, что есть Россия и слева, и справа. Мы прошли этот путь, прошли его успешно. И в этом смысле я верю, что у нас идут нарастающие процессы укрепления гражданского общества, гражданского самосознания, и наша интеллигенция, то, что на Западе называется интеллектуал, но это, в общем, похожая вещь, наша интеллигенция в этом смысле, я думаю, достигла больших успехов. Что касается русского мира, русский мир – это феномен не только связанный с русскими, проживающими в рубежу. Это не только русский язык, это не только русская история, но русский мир должны нами рассматриваться и в контексте, как часть мира. Вот выявить, какое место занимает русский мир в общей системе мировой цивилизации, мира. Насколько велик наш вклад, по каким линиям больше идет влияние, или оно не идет слишком хорошо. Я думаю, что это может стать и одной из программного фонда «Русский мир», Вячеслав Алексеевич, которым мы занимаемся. То есть это среда, в которой существует русский мир в зарубежных странах. Но в более широком плане повторяет вот этот контекст. В прошлом месяце мы провели конференцию, у нас их было очень много. Вот в Новгороде, конечно, была блестящая, лучшая конференция на этот сюжет, 1150-летие, о чем говорил наш коллега Ликонин. Но я вам должен сказать, вот мы провели в прошлом месяце возникновение древнерусской государственности в европейском контексте. Приехало 20 человек, приехали люди, данные самые крупные исторические, по английскому государству, по Франции, по Скандинавии. И это было такое, знаете, сравнительное историческое изучение, которое показало, а мы же и в общем Руссии. Вы знаете, вот у нас раскалывается общество норманисты, антинорманисты, но это тот же процесс и в Англии. Те же викинги, те же норманы, их взаимоотношения с местным населением, то есть и так же процесс соотношения внутренних и внешних факторов. Здесь упоминали 1613 год, 400 лет, я бы сказал, в Корейной династии Романова, которая даже была у Наземского забора. Оказывается, я думаю, что мы посмотрим на это в плане сослово-преционистских учреждений, генеральные штаты во Франции, английский парламент, скандинавские парламентские учреждения. И Россия в этом контексте занимает достойное, большое место. Я говорю о том, потому что в течение многих лет все-таки в мире проводилась идея об отсталости России. Я думаю, что мы прошли уже эти годы, и теперь всем видно, что такое Россия. Наша уважаемая Елена Карадонко сказала про Вольтера, но Екатерина II и ее вклад в 18 веке, если Петр, с моей точки зрения, открыл Россию и для России, для европейского бизнеса, то Екатерина II и Елизавета Петровна, недооцененные у нас еще, наши императорицы, открыли Россию для интеллектуалов Европы и привезли интеллектуальные европейские мысли и в Россию. Вот этот процесс взаимообогащения, он идет, шел, он идет по всему миру. Поэтому я призвал бы вот к тому, чтобы мы обратили внимание вот на эту сторону делать. А вообще, знаете, вот то, что сказал Юрий Сергеевич, мой друг, коллега, я вообще не сторонник драматизации всяких вещей. Это всегда в истории было. Разномыслие всегда было. Важно то, что вы сказали, Юрий Сергеевич, разные взгляды нашей элиты. Но наша элита на протяжении всей истории консолидировалась перед внешней опасностью. Это было всегда, и это очень важно, и это главное. А внутри, ну это, сложности есть, но это, в общем-то, нормальный процесс. Спасибо. Спасибо.